Здесь зимний свет, здесь снегругов нет, и друг другу стремятся лучи. Раз, два, садимся, хватит на первый раз. Я являюсь мамой мальчика, 14 лет, зовут его Каримов Дима. Он лауреат многочисленных международных конкурсов, он ездил по городам, занимал призовые места. Он у меня и пел хорошо. Год назад попал в большую беду. Он упал и сломал себе спину с повреждением спинного мозга. Эта травма очень тяжелая, и сейчас, в данный момент, мы имеем тяжелую инвалидность и кучу побочных осложнений. У него много разных, у него сочетанные абсолютно диагнозы, да, то есть у него и почки, и тромбоз, и пролежни, и переломная спина. Очень трудно, скажем так, найти место, где можно вот в стационар положить, чтобы вот все в комплексе лечили. У него сейчас первые два года, ему нужно активно заниматься реабилитацией. Единственное, где есть детское отделение, это в Самаре. Я туда позвонила, нам там отказали, сказав, что у нас тромбоз. И все, и получается, что безвыходная какая-то патовая ситуация, его поднимать надо, а поднимать его негде. Вот сейчас, я говорю, мы организовали сами добровольцев, которые это делают. Вот, молодец! Вот, так, ногу, ногу, ногу вниз. Попа вперед, нога выпрямится. Ага. Вот, давай садимся. Каждый день, вот по 20, по 30 раз мы встаем, плюс занятия с книгой, чтобы вот эти мышцы поясничные, чтобы он мог себя, мышечный корсет держать в себе мог. Ставим на ногу, чтобы он чувствовал в ней опору, чтобы впоследствии перейти на ходунки, чтобы он упирался ногами, руками, без помощи уже взрослых. Чтобы потом сделать первый шаг. Он вообще висит на нас. Сейчас он опору чувствует. Установили пандус, наши друзья нам установили. Спасибо им огромное. Но даже пандус не решает все наши проблемы, потому что сейчас на данный момент мы с сыном живем на восьмом этаже. У нас часто ломается лифт, когда лифт сломан, да, то есть у меня ребенок уже физически не может выйти там ни в школу, ни в больницу, никуда. Больше того скажу, что вот наша коляска, которая стоит 68 тысяч, она не подходит под лифт. В лифт мы покупали другую коляску с более мелкими колесами, которая стоит 16 тысяч, чтобы просто вместить ее в лифт, потому что он более узкий. И самое интересное, что даже когда лифт работает и пандус есть, для того, чтобы ребенку добраться в школу или в больницу в какой-то либо пункт, нужно будет пересесть в машину. Лестница, в которую я иду, в принципе, она даже для здорового человека ходить практически невозможно. И ее никак не обойдешь, не объедешь. Для того, чтобы сейчас ребенок попасть в школу, у меня приходят опять же наши друзья, помощники, и пацана просто волокут на себе. Три-четыре человека вы на этой коляске, для того, чтобы вы пересадитесь на машину. Жилье, в принципе, для этой истории не предназначено абсолютно. Мы побежим по улицам Москвы, я догоню тебя, там пиджак. Дадим получать пенсию от государства, там, или 12, или 13 тысяч есть, это с деньгами получать. Но даже сами катетеры, его стоят 20 просто, вот за счет людской помощи, людской каких-то неравнодушных людей, мы всю эту ситуацию тянем. Я до травмы не привыкла ни у кого ничего просить, потому что я могу сама заработать. Сейчас я лишена возможности работать постоянно, даже за этим ребенком нужно ухаживать. Поэтому, конечно, сейчас я могу только единственное, что попросить у неравнодушных людей помощи. Это может быть помощь как финансовая какая-то, на сбереговую карту, которая у меня привязана к номеру телефона. Либо же, если у кого-то есть возможность помочь с аптеками, с каким-то лекарствами, с закупкой, по более дешевой цене, или наоборот, просто нам что-то привезти, то мы тоже будем безумно этому благодарны. Субтитры создавал DimaTorzok